Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Встречайте налобный и универсальный фонарь модель Wizard C2 Pro. Но на этот раз за свечение в нем отвечает светодиод Nichia с высоким индексом цветопередачи 90 плюс High Cree. Что же интересного заявляет о данном фонаре производитель? Это конкретно данная модель имеет теплый свет свечения. Цветовой температурой 4500 кельвинов, максимальной яркостью в 1600 люмен в турбо режиме. А максимальное время работы в режиме светлячка, то есть 0,1 люмена, до 200 дней. Заявленная дальность свечения в 113 метров. Аккумулятор в данном фонарике установлен формата 18650 на 3500 мАч. Фонарик имеет несколько вариантов крепления клипсой или же можно использовать его как налобный фонарик. А также хвостокрышка имеет магнитную площадку для крепления фонаря на металлические поверхности. Далее обо всем подробнее, поехали! Начнем, пожалуй, с самой упаковки и комплектации. Поставляется фонарик вот в такой цветастой коробочке, на которой мы сразу видим все его основные характеристики и возможности применения. Если вкратце по особенностям, то фонарик Wizard C2 Pro Nietzsche обладает максимальной яркостью 1600 люмен, при которой может работать 1 минуту. Собственно, это довольно неплохой показатель, после чего сбрасывает до 440 люмен и может работать до 2 часов 55 минут. К слову, здесь есть еще один турбо режим в 750 люмен и в нем он может работать в течение 5 минут. Далее аналогично сбрасывает до 440 люмен, а в эконом режиме может работать до 200 дней. Собственно, на борту есть еще масса различных режимов, кому интересно более подробно, можете поставить на паузу и ознакомиться. Светит фонарь на расстоянии до 113 метров, имеет возможность погружения под воду на 10 метров до 5 часов. Противоударный, соответственно, выдерживает падение с высоты до 10 метров и при всем этом имеет гарантию в 10 лет. Здесь же снизу мы видим небольшой перечень области применения нашего фонарика, а именно походы, возможность использования его как налобный фонарь. Для города имеется крепление на пояс, для выполнения каких-либо ремонтных работ, так как здесь задняя часть у него имеет магнит, с помощью которого можно прикрепить к металлической поверхности. Переходим к комплектации, внутри нас встречает подробное руководство пользователя на различных языках, в том числе и на русском. Следующий нейлоновый чехол, сделан очень качественно, никаких ниток не торчит. Застегивается на велкро, а с обратной стороны имеет вот такой пластиковый подвес и проушину для крепления его на пояс. Следующий, соответственно, конечно же, сам фонарик. Далее в комплекте идет вот такая двухпозиционная стальная клипса, два запасных уплотнительных кольца, магнитная USB зарядка, оголовье с креплением для ношения фонаря на голове и в завершение стандартный для Армитека гарантийный талон. Гарантия, к слову, международная. На этом с комплектейшеном закончили, переходим к самому фонарику. Корпус выполнен из авиационного алюминия с анодированием, покрытие ровное и толстое. Фонарь разбирается на две части. В соединении установлены два уплотнительных колечка, плюс, как я говорил, запасные два идут в комплекте. И много-много силиконовой смазки. Здесь все с этим прекрасно. В голове и хвостокрышке установлены пружины. Тут же мы можем видеть уже установленный аккумулятор формата 18650 на 3500 мАч. Безель и обравление кнопки включения выполнены из нержавеющей стали. Закаленное стекло хорошо утоплено в корпус с просветляющим покрытием, после которого идет терлинза. За свет здесь отвечает светодиод Nichie с высоким индексом цветопередачи 90 Plus High Cree. По заявлениям производителя, данная версия фонаря на светодиоде Nichie разработана специально для использования сферок, где необходима четкая дифференциация цветов при фото и видеосъемке, покраске и полировке, использовании цветовой маркировки, проводов и так далее. Кнопка, как у прошлых моделей, нажимается мягко, с еле слышимым щелчком. Выступает за габариты корпуса, боковых защитных наплывов не имеет, но при этом имеет индикацию заряда батареи. Пара слов о массогабаритных характеристиках. Общая длина 112 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 20,5 мм. Вес без аккумулятора 65 грамм, с аккумулятором же составляет 115 грамм. Также, по заявлениям производителей, фонарик имеет полную защиту от воды, грязи и пыли по стандарту IP68. К слову, магнитный порт также водонепроницаемый и защищенный. Немного о зарядном устройстве. Помимо того, что зарядка у нас магнитная, так она еще и имеет индикацию. Красный цвет обозначает, что идет зарядка. Зеленый, зарядка завершена. Оранжевое, выходное напряжение USB источника питания слишком низкое, зарядный ток снижен. Отмечу, что аккумулятор формата 18650 на 3500 мАч заряжается полностью за 3 часа 40 минут. Магнит хвостокрышки мощный, с легкостью удерживается на различных металлических поверхностях. Собственно, незаменимая вещь в условиях использования фонаря для EDC. Ремни и резинки, как и у прошлых моделей, качественные и плотные. Далее, что касается режимов свечения и управления, проще некуда. Количество режимов 6 плюс 11 режимов в расширенном управлении. В выключенном состоянии 1 клик включения последнего использованного режима. Нажатие и удержание перебор светляков. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор базовых режимов. Во включенном состоянии 1 клик выключения фонаря. Нажатие и удержание перебор базовых режимов из любого режима. 2 клика включения турбо из любого режима. Повторный двойной клик возврат в последний использованный режим. Для переключения же между типами управления нужно открутить заднюю крышку включенного фонаря на 1,4, далее нажать кнопку и удерживая ее нажатой закрутить крышку обратно. Расширенное управление там плюс-минус все то же самое, только режимы разбиты на секции и в другой последовательности, плюс добавлены режимы стробоскопа. Для предотвращения случайного включения фонаря можно открутить заднюю крышку на 1,4. Цветная индикация состояния также будет отключена. Ну что, предлагаю перейти к тестам и посмотреть как фонарик покажет себя в работе ночью. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Время подвести итоги. Wizard C2 Pro Nichea оправдал мои ожидания. Он, как всегда, является прочным, простым в использовании, имеет удобную магнитную зарядку и особенно в версии Nichea имеет прекрасный свет, а именно, так скажем, близкий к правильному белому свету. В общем, отличный вариант фонаря для использования его как универсальный EDC фонарь. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, а также Телеграм. А для тех, кому неудобен в данный момент YouTube, сделал канал на Routube. Можете залетать и туда. Рад буду увидеть вас там. Отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того, чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну а обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.